По данным статистики, 15% населения страдает полинозом. Это так? Это действительно так, но ваши цифры, к сожалению, занижены. И у нас распространенность аллергических ринитов на сегодняшний день, по данным различных эпидемиологических исследований, составляет от 10 до 30%. То есть треть населения земного шара страдает аллергическим ринитом. Виктория Юрьевна, это что такая сложная жизнь у тех, кто страдает аллергией? Необходимо все время что-то протирать, что-то закрывать, никуда не выходить, форточки не открывать. Сначала к терапевту, а потом к врачу-аллергологу-иммунологу. Наступила весна, на улице теплая погода, но, к сожалению, это радует не всех. Ведь в теплое время года обостряется сезонная аллергия, так называемый поленос. И, как говорят пациенту, пациенты в этом году чихать и кашлять, они начали раньше обычного. О том, как спастись от аллергии, мы сегодня поговорим в программе главной новости. Здравствуйте! И у нас в студии Виктория Юрьевна Деляна, руководитель городского центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы номер 7 города Казани. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот смотрите, у меня вот здесь написано, что по данным статистики 15% населения страдает поленозом. Это так? Это действительно так, но ваши цифры, к сожалению, занижены. И у нас распространенность аллергических ренитов на сегодняшний день, по данным различных эпидемиологических исследований, составляет от 10 до 30%. То есть треть населения земного шара страдает аллергическим ренитом. И поленоз является разновидностью такого аллергического ренита. А вот смотрите, я немножко прибалил, у меня вот горлышко першит и насморк небольшой. Как мне понять, это аллергия или обычная простуда? Ну, при простуде у пациента, кроме першения в горле и заложенности носа, бывают также явления интоксикации, например, ломота в суставах, может быть, температура, покраснение в зеве. И, как правило, не всегда, не с первого года удается понять, что у пациента именно поленоз. Но когда это заболевание случается в одно и то же время, два-три года подряд, тогда уже пациент начинает думать, наверное, у меня именно поленоз, потому что я болею всегда в одно и то же время, весной, летом или ранней осенью. А вот если вот с этими симптомами я пойду к терапевту на прием и скажу, ну, вот так у меня вот, мне смогут поставить диагноз сразу или все-таки будут лечить от простуды вначале? Кто-то сможет поставить, а кто-то будет лечить от простуды. Но, как правило, на второй, на третий год мы разбираемся с такими пациентами и понимаем истинную причину их, так сказать, простудного состояния. То есть если у человека несколько лет подряд в одно и то же время начинается насморк, кашель, чихание, то ему лучше все-таки идти не к терапевту, а к аллергологу? Сначала к терапевту, а потом к врачу-аллергологу-иммунологу. Как там замучаешься в очередях стоять у вас? У нас запись в городской центр аллергологии и иммунологии отлажена и удобна для пациентов. И нареканий мы от пациентов сейчас не получаем по поводу записи в наш центр. Я хочу напомнить нашим зрителям, что, как обычно, мы проводим опросы нашей страницы ВКонтакте. Он звучит сегодня следующим образом. Сталкивались ли вы с сезонной аллергией? Да, у меня есть знакомые страдающие аллергией. Да, я сам или сама мучаюсь от этого заболевания. Нет, никогда с аллергией не сталкивался. Как вы думаете, какой из этих вариантов наберет больше всего ответов? Я думаю, первые два варианта наберет больше ответа. Я думаю, это приблизительно одинаковые будут цифры. Давайте посмотрим сейчас видеосюжет. Мы специально подготовили наши корреспонденты о том, как страдают жители республики от цветения различных травок и деревьев. Далее продолжим. Виктория Щепина 14 лет. По словам девушки, столько же лет ее аллергии. Поэтому время от времени она приходит на обследование к медикам. Хотя уже и сама знает, чем ей можно спастись от напасти. Получается, аллергия у меня с рождения проявляется сыпью на руках, на лице и на шее. Борюсь, просто пью таблетки и мажу мазями. Вот кто острее и раньше других чувствует приход весны, так это аллергики. Как только распускаются почки, так сразу у них текут слезы, закладывают нос и постоянный чих. Вот такие крупные большие почки уже появились на деревьях, и поэтому аллергия не заставила себя долго ждать. По словам врачей, в этом году сезон полиноза начался раньше обычного. Сейчас как раз цветут ольха, березы, ива. Как отмечают медработники, чаще всего полиноз – это генетическая предрасположенность. То есть, если мать и отец страдают от аллергии, то в 80% случаях она передастся и ребенку. Если только один родитель, то в данном случае риск снижается вдвое. А врачи дают рекомендации аллергикам. Дома нужно проветривать комнату только после дождя, либо в вечернее время. В течение дня окна должны быть закрытыми. Каждый день нужно проводить влажную уборку два раза в сутки. При этом, если вы вышли на улицу, а потом заходите домой, нужно обязательно поменять одежду. А еще очиститель воздуха ежедневно должен быть включен. Тогда пережить полиноз, который начался раньше обычного, будет легче. Ведь впереди еще и цветение луговых и злаковых. Альмира Гайнудинова, Ленар Султанов, Кирилл Хамзея. Новости Татарстана. Виктория Юрьевна, это что такая сложная жизнь у тех, кто страдает аллергией? Необходимо все время что-то протирать, все это что-то закрывать, никуда не выходить, форточки не открывать? Ну, действительно, у пациентов, которые страдают аллергией на пыльцу растений, в период светения жизнь бывает достаточно сложна. Именно в связи с тем, что они должны соблюдать гипоаллергенный режим. Но если гипоаллергенный режим устроен правильно, то это помогает значительно уменьшить проявление симптомов, даже без фармакотерапии. То есть пациент такими, в общем-то, простыми методами, доступными методами, может улучшить свое состояние. Мне хотелось бы дополнить сюжет, что в период цветения, причиннозначимых для пациента растений, ему вообще нужно сократить пребывание за пределами помещений, для того, чтобы как раз-таки уменьшить этот контакт. То есть на работу можно не ходить? Ну, это вряд ли получится, но если вы выходите за пределы помещений, то необходимо надевать очки, защитные маски, и одежда должна быть с длинным рукавом. И вот это позволит значительно уменьшить контакт пыльцы с дыхательными пучами. Получается это как во времена ковида, когда все-таки... Приблизительно так, да. То есть тогда аллергики, видимо, были в привигированном положении. Но сейчас ведь это никого уже не удивит и не смутит. Нет, абсолютно. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем наших зрителей. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. У меня такой вопрос. Вот у меня у мамы начался поленос первый раз где-то в 30-32 года. У меня у самой в 12 лет началось все серьезно, там вплоть до предасма у меня даже ставили. Я точно знала в периоды, когда у меня бывает такое тяжелое состояние поленос в начале весны, и еще в конце на сорной траве у меня тоже была аллергия. Теперь у меня ребенку 10 лет. Я, честно говоря, с ужасом, вот пока наблюдаю, пока у него проявлений нет у дочери. Думаю, с ужасом, вот нам стоит ждать от аллергии или нет. Вот в сюжете сказали, что она передается по наследству. У меня аллергия есть, а у мужа нет. Вот при таком раскладе какой шанс, что у ребенка тоже что-то появится. Спасибо большое. Виктория Юрьевна, насколько вот наследственность может повлиять на наличие заболевания? Наследственность, что касается атопических заболеваний, действительно имеет большое значение. И в тех случаях, когда у матери бывает атопическое заболевание, а аллергический ренит на пыльцу относится именно к атопическим заболеваниям, вероятность развития аллергии у потомства составляет 50-60%. И мы здесь видим вот в этой конкретной семье в каждом поколении представителя, который страдает атопическим заболеванием. И вот если родственники первой линии, то есть для пациента это родители, страдают атопическими заболеваниями, то вероятность такая действительно высока. Виктория Юрьевна, а можно предотвратить, например, я понимаю, что у меня аллергия, вот мне родился ребенок, и сделать так, чтобы он избежал этого заболевания? Какие-то средства для этого есть? Ну, смотрите, стопроцентно предотвратить развитие атопических заболеваний мы не сможем, но мы сможем уменьшить вероятность развития этого атопического заболевания. Что здесь имеет значение? Грудное вскармливание является профилактирующим фактором. И чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, тем меньше вероятность развития аллергии. Уменьшение бесконтрольного применения антибиотиков, особенно в раннем детстве. Избегание курения в присутствии ребенка, воздействие табачного дыма, каких-то вот большого скопления аллергенов. Все-таки в помещении должно быть уменьшен контакт с аллергенами, с бытовыми аллергенами кошек. И вот это все в совокупности будет оказывать профилактирующий эффект, потому что все-таки гены мы с вами пока изменить не можем. А вы сказали кошек, а бытовые аллергены это только животные? Или же вот, допустим, те химические средства, которыми мы пользуемся все время в быту, они тоже могут повлиять на это? Химические средства, которыми мы очень интенсивно пользуемся в быту, это скорее полютанты, то есть раздражители слизистой оболочки. Они на уровне слизистой оболочки дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта нарушают иммунную систему этих барьерных тканей. И таким образом регулярно, изо дня в день, воздействуя на слизистую оболочку на кожу, могут приводить к развитию рано или поздно аллергических заболеваний. Но если это какие-то высокомолекулярные полютанты, например, которые в воздухе находятся, то на них вполне возможно развитие классического иммунного ответа. Вот обратимся вновь к вопросу, который прозвучал от нашей зрительницы, к сожалению, она не представилась. Она сказала, что мама у нее заболела полинозом после 30 лет. А вот с чем связано, что это врожденное это заболевание или приобретенное? Что является причиной? Конкретно пусковым фактором? Да. У разных пациентов это абсолютно разные причины могут быть. Но 30 лет это действительно достаточно поздно, потому что в течение последних 15 лет мы, врачи-аллергологи-иммунологи, привыкли, что старт полиноза приходится на возраст 3-12 лет. И даже сейчас уже врачи-аллергологов-иммунологов не смутит тот факт, что проявления могут встречаться и на первом году. И даже у 6-месячных, у 8-месячных детей уже бывают проявления аллергии на пыльцу. Конечно же, речь идет о тех семьях, где мать страдает полинозом и прекрасно знает, что это симптомы, какие это симптомы. И она уже готова к тому, что, возможно, те проявления, которые есть у совсем маленького ребенка, это тоже полиноз. То есть в данном случае можно допустить, что просто врачи слишком поздно поставили диагноз, а не потому, что в 30 лет начался полиноз? Вы понимаете, может быть, и не поздно поставили диагноз. Дело в том, что очень часто действительно пациенты, у которых симптомы имеют минимальное проявление, они очень долго не обращаются к врачу. И, как правило, вот таким толчком к обращению становится либо нарастание симптомов, либо наоборот присоединение еще и симптомов со стороны нижних дыхательных путей, то есть старт бронхиальной астмы. Потому что полиноз и вообще любой аллергический ренит является фактором риска развития бронхиальной астмы. И у 30-40% людей, которые страдают аллергическим ренитом, развивается бронхиальная астма. То есть полиноз – это не самая большая проблема, она может привести к значительно большему. Если ее на протяжении длительного времени игнорировать полностью, она теоретически может привести к развитию бронхиальной астмы. Хорошо. Допустим, в 13 лет поставили ребенку диагноз полиноза – аллергия. Вылечить он ее может каким-то образом? На сегодняшний день мы должны честно сказать нашим пациентам, что вылечить аллергический ренит и полиноз, в частности, мы не можем. То есть это навсегда? Это хроническое аллергическое заболевание. И когда мы приступаем к лечению, мы всегда своим пациентам честно говорим, что цель нашего лечения состоит в том, чтобы контролировать симптомы аллергического ренита. Мы планируем лечение таким образом, чтобы максимально уменьшить проявление, чтобы симптомы аллергического ренита не мешали повседневной деятельности, чтобы человек мог нормально работать, учиться, заниматься физкультурой и вести активный образ жизни. Вот это наша цель при лечении аллергического ренита. То есть современная фармакология позволяет при вот этом заболевании полностью его как бы избежать? Контролировать. Ну, контролировать. Контролировать, да. Контролировать, практически делать незаметным. Но это все-таки зависит еще и от тех симптомов, от выраженности симптомов, которые есть у пациентов. И вот в связи с лечением и с контролем, мне хотелось бы сказать, что кроме традиционных фармакологических методов лечения, то есть спреи, таблетки, врачи, аллергологи, иммунологи проводят и такой метод лечения, как специфическая иммунотерапия. И вот именно этот метод специфической иммунотерапии, она имеет в долгосрочной перспективе наиболее хорошие результаты. А конкретно что это за метод такой? Это метод, при котором мы вводим в минимальных дозировках те аллергены, на которые реагирует пациент. То есть идет привыкание, получается? Да, получается, что в ходе такого постоянного лечения, получения микродоз аллергенов, у пациента формируется к данному аллергену невосприимчивость. Мы ее называем толерантностью. И вот как раз-таки аллергеноспецифическая иммунотерапия, она позволит, что вообще мы можем получить от этого метода? Во-первых, мы можем получить уменьшение проявлений симптомов аллергического ринита. А во-вторых, мы как раз-таки можем застопорить прогрессирование аллергии со стороны респираторного тракта и застопорить присоединение развития бронхиальной астмы. Но этот метод, он достаточно трудоемкий, есть очень много нюансов. Поэтому, если мы сегодня с вами говорим о полинозе, то начинать аллергеноспецифическую иммунотерапию следует в холодное время года, когда уже никакой пыльцы в окружающем воздухе нет. Но для этого нужно прийти на прием к врачу-аллергологу-иммунологу. Ну а пока стоит протирать столы, не открывать форточки. Ну, вот смотрите, это только гипоаллергенный режим, это одно из направлений немедикаментозной терапии. И у нас есть еще несколько подходов, как облегчить состояние пациента. И одним из таких подходов является проведение ирригационной терапии. Под таким красивым названием прячется банальное промывание носа. Это тоже помогает? Это тоже очень хорошо помогает. Наверное, вы все знаете, что на фармрынке Казани представлено в большом количестве различные спреи на основе морской воды. А вот в моем детстве просто солью предлагали промывать. Это действенно? Это очень действенно. Но сейчас более удобные для пациента формы. Это, например, такие спреи, как Аквамарис, Аквалор. Их большое количество. И вот такая банальная процедура промывания носа, она позволяет смыть с поверхности слизистой аллергены, которые попали, и позволяет удалить продукты аллергического воспаления из полости носа. И облегчить симптомы. И не только облегчить симптомы, но и повысить эффективность медикаментов, которые мы используем. И еще одно направление немедикаментозных методов – это использование барьерных методов. Есть такие препараты, как Привалин, Назаваль. Они распыляются пациентам перед выходом на улицу. Это мелкодисперсные препараты, которые создают на поверхности слизистой защитную пленку. И таким образом препятствуют соединению пыльцы, оседанию пыльцы на слизистой оболочке. И вот это все в совокупности значительно облегчает жизнь пациента в период цветения. Но ведь о цветении мы сейчас говорим в общем, а у каждого человека к конкретному какому-то элементу аллергии возникает. А можно ли решить, допустим, кардинально эту проблему, переехав в другой регион, где не цветут те или иные растения? Такой вариант возможен? Ну, знаете, наверное, тяжело найти такой регион, где вообще ничего не цветет, но некоторые наши пациенты действительно переезжают в регионы, где, например, растение причиннозначимое или еще не цвело, или уже отцвело. Такое возможно. Но это, конечно, очень ограниченное количество пациентов. Перемещаясь по миру, можно избежать именно этого аллергена. Но, к сожалению, у нас есть пациенты, у которых отмечаются явления аллергического ренита на протяжении всего весеннего, летнего, осеннего периода. То есть те пациенты, которые реагируют и на пыльцу деревьев, и на пыльцу трав, и на сорные травы. И у них вот как начинается в конце апреля, так и заканчивается в начале сентября. Если, например, хорошая такая сухая, теплая осень. У нас остается время только подвести итоги нашего опроса. Итак, да, у его знакомого есть аллергия 41%. 41%. Практически, как данные вашей статистики. Да, я сама мучаюсь от этого. 23% и нет никогда 35% только. Чуть больше трети не сталкивались с этим заболеванием. Никогда им повезло. Им повезло. Так что, дорогие друзья, если вы чувствуете, что у вас от пыльцы по весне или летом начинается кашель, чихание, то смело, смело обращайтесь сначала к терапевту, а потом к аллергологу. Ставьте диагноз, и вам обязательно помогут и излечат. Ну, по крайней мере, полностью не вылечат, но все эти симптомы нивелируют. Так ведь? Так ведь. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. Об аллергии мы сегодня говорили в программе «Главные новости». Не переключайтесь, оставайтесь на телеканале «Татарстан-24». Будет интересно. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»